Израиль вновь бомбит Сирию, так утверждают арабские медиа. Мощные взрывы погремели в пригороде Дамаска, уничтожены склады с оружием. Все подробности знает Сергей Ауслендер. Авиабаза «Алмаза» в пригороде Дамаска подверглась удару ночью. Взрывы были такой силы, что в окрестных населенных пунктах дрожала земля, вылетали стекла. И, по выражению одного из очевидцев, ночь превратилась в день. Взлетели на воздух склады с боеприпасами. По данным арабской прессы, в хранилищах находились дальнобойные ракеты. Из этого пресса сделала вывод, что бомбили израильтяне. Что любопытно, сами сирийцы, которые обычно в таких случаях автоматически обвиняют Израиль, заявили, что взрывы произошли не вследствие бомбежки, а из-за короткого замыкания. Иерусалим традиционно воздерживается от комментариев, но стало известно, что, возможно, ракеты на этих складах были иранские. Политика Израиля в отношении присутствия военных из этой страны в Сирии очень простая и четкая. Уничтожать все, что имеет к ним отношение. Тем более, что нынешняя американская администрация всячески это поддерживает. Израиль поддерживает решимость администрации Трампа вновь ввести жесткие санкции в отношении Ирана и тех, кто имеет с ним дело. Я знаю, что все или почти все наши арабские соседи в регионе разделяют эту точку зрения. Я искренне верю, что все страны, которые обеспокоены миром и безопасностью на Ближнем Востоке, должны следовать за Америкой и усиливать давление на Иран. Чем больший нажим будет оказан на него, тем выше вероятность того, что иранский режим прекратит свою агрессию. Все мы должны принять участие в этой борьбе. Бомбежки эти стали уже своего рода обыденностью. Как только появляется какая-то цель, склад с оружием или ракетная установка, которая может угрожать безопасности государства, израильские ВВС ее немедленно уничтожают и сирийское ПВО этому противодействовать никак не может. В середине мая израильтяне провели операцию «Карточный домик», когда в очередной раз продемонстрировали возможности своей авиации. Она за несколько часов уничтожила практически треть сирийской ПВО, не потеряв при этом ни одного своего самолета. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok